Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Михаил, и вы находитесь на канале Скалин и Гробой. Ну что ж, а мы продолжаем с вами путешествовать по России зимой на КамАЗе из сериала Знаменитый КамАЗ. Блин, опять модель не посмотрел, ё-моё. Ладно, потом гляну. Вот, ну что ж, мы с вами сегодня повезем груз с Кургана. Попробую найти с Кургана и поедем дальше. Видео где-то, не знаю, будет минут 30-35, в зависимости, какая будет дорога. Ну вот, всем желаю приятного просмотра, хорошего настроения, приятного аппетита. Всем спасибо большое, кто поддерживает канал лайками, подписывается, также ссылочки все в описании. Ну а мы с вами, ребят, начинаем. Погнали! Так, а начинаем мы, ребят, с вами с карты, конечно же. Давайте посмотрим, что мы с вами повезем. Здесь, значит, есть несколько фирм. Вот, есть какая-то Лада. А, или это магазин, не знаю, надо заехать, посмотреть. Имея, ПЭК, Росмарк. Вот, нужно будет в какую-то из них заехать. А, ещё надо вот сюда заехать. Поставить GPS-навигатор, вот что. Это первое, наверное, что мы сделаем с вами. Так, мы с вами где-то в гаражах остановились, да? Также вы же, вы мне написали, почему ночью ничего не видно. А потому что был ночной, ребят, рейс. Вот, и мне позвонили, сказали, поедешь. Я сказал, ну, что ж делать, поехали. Вот, музыка на радио играет, да. Музыка там, дабстеп и трэп и всё в куче, короче. Там закачал на флешку, воткнул, короче, оно там само с собой играет что-то. Вот, а мне главное, ну, ехать. Ну, что ж, поехали, наверное. 15.52 времени. Постараюсь выехать в 6-7 утра, чтобы достать, застать, так сказать, нам надо что-то такое. Достать, короче, не достать, застать. Акрофма, ты попал, короче, в видеоролик, поздравляю, блин. Ты написал сообщение, и ты попал в ролик. Да, спасибо тебе большое. Короче, выйдем утром, чтобы застать рассвет и уже днём поехать. Поэтому, ребятки, да, извините, что у меня язык заплетается. Хотя я недавно со стрима, вот, на самом-то деле. Ну, ладно, не буду больше болтать. Поехали, короче, поехали. Пока я тут болтал, у нас КАМАЗ прогрелся. Можем выдвигаться. Гараж 24. Жёсткий депстоп играет, охренеть. Ну, смотри, ребятки ходят тут. Омская улица. Так, чё по заправке, ребят, давайте, может, накинем заодно, если здесь работает. Чё, здесь работает, нет? Не, походу здесь, ребят, не работает заправка. Надо будет другую искать. Нас как раз сейчас вечереет. 15.58. Так, у нас главная дорога. Блин, надо будет в магаз, короче, заехать. Еды купить в дорогу. О, красно-белое. Надо, короче, в красно-белое зайти. Нет, не за алкоголем, ребят, вы неправильно поняли. Там цены чуть-чуть подешевле на продукты, на некоторые, там, на колбасы, на яйца, да. Вот у нас ещё молоко, ну, такое молочное. Так, нам вроде бы сюда. Так, вот здесь можно как раз переночевать на стоянке. Так, ну что, оглушимся. Пойдёмте зайдём в сервисный центр. Так, ну что, ребята, всё, я сходил в сервисный. Купил, значит, всё, что надо. Их, смотрите, кого мне отдали. Катафейку. Вот. Сказали, что он забежал к ним, а следить они за ним не могут, так как закрывают этот сервисный на ночь. И денег, говорит, на еду нет. Я говорю, ну, давайте заберу. Себе, в общем, забрал. Спит. Сейчас он наелся, я его покормил. Воды, кстати, смотрите, одолжили мне. Кристаллина. Вот. Ну, я поставил ещё прикольный вот попугай. Из кости. Попугаев, не знаю, но это вроде бы не настоящая кость. Ну что, заводимся. Заводимся. Надо сейчас поехать и смотреть. Давайте посмотрим карту. Деловые линии есть, да? Пэк. Можно вот в пэк съездить, посмотреть, что там. Может, мебель какая-то или ещё что-то. Так, свет, 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 свет. GPS, наконец-то, блин, купил. 140 тысяч обошёлся, прикиньте. Вот этот вот. Чей-то мэр стоит. Чей-то мэр стоит. Чей-то мэр. 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 Блин, пустым так классно идет. Так, сейчас подойду, спрошу. Так, ну что, мне сказали подойти, короче, к терминалу и посмотреть груз, куда хотим везти. Так, ну получается, что у нас первое здесь есть. Из Кургана в заводу Уковск. 18 тонн дымоходная система. 544 тысячи. 1 час 56 минут. Так, это обратно в Тюмень. И есть вот в Челябинск. А здесь свежие травы, 5 тонн. Ну, кстати, легкий будет. 5 тонн, не 18 тонн. Давайте в Челябинск поедем тогда. К Кургана. Пойду подпишу пока документы. Так, ну все, ребятки, документы подписал. Все нормально. Сказали подъезжать, забирать груз. Поехали смотреть, где он стоит. Так, вон слева. Оставляем сборный груз. Вот он, наш контейнер. Нам сервисный, потом еще раз заехать. Забыл про коробку спросить, чтобы проверили. Плохо заднюю втыкает. Как-то КАМАЗ уже не молодой, нифига. Столько прошел километров. Так, хорош. Блин, заглох. Так, ну все, подцепили. Что у нас по времени? Что у нас по времени? Надо посмотреть. Так, ну что, ребят, у нас получается так, что мы выезжаем к вами не утром в 6 утра, как я говорил. А выезжаем сейчас прямо, потому что груз срочный. В 4 выезжаем и во вторник, короче, в 20, что-то там, в 20.14 должны приехать. У нас есть 4 часа на это все. Но, в принципе, можно будет переночевать. Ничего страшного. Ночь переночуем, как темно настанет. И утром поедем. Ну там, по времени посмотрим. Так, в КБС-ку. В КБС-ку сейчас заскочим. Так, чуть вперед надо проехать. У нас там фура слишком длинная. У них вон товарищ приехал. Так, все. Гошадь не буду. Так, ну все, закупился. Можно ехать. Так, жалко в КАМАЗе, блин, времени нет. Да, сейчас быстро вообще потемнеет. Блин, светофор еще красный. Не успели. 16.23. 16.23. Уже темнеет. А вот и трафик. Время уже... Ну все буквально домой поехали. Да, на кабриолете, конечно. Или это не кабриолет был. Что-то мне показалось. Он зимой на кабриолете. Ага. Так, ну что, двигаем в Челябу. Сейчас с Кургана будем выезжать. Но нам в любом случае надо будет переночевать где-то. Потому что всю ночь я все равно не поеду. Ребят, как видео выйдет, вы пишите в комментариях, кто откуда. Может кто-то с Челябы. Как она пристроится, короче, вот за этим. Ну так, виды прикольные. Красиво. Самое главное, черепок купил. Смотрите, вот он. Болтается тут. Киса, киса, киса. Киса устал, спит. До него вон миньон пытается дотянуться. Так, здесь нам направо сейчас. Блин, этот кредит, кстати. Когда в том видео я говорил, что надо кредит посмотреть. Скоро должны снять. Я сейчас не закупился вот это вот все. Насколько получается? На 700 тысяч где-то. Ну, цены, конечно, там вообще я в шоке. Цены капец в этих сервисных. Солнце потихоньку садится. Потом ближе, я не знаю, когда там, в декабре. Ближе к декабрю, короче, елочку поставлю сюда. Так, мы заправлялись, поэтому заправляться не будем. А, подожди, стой. Мы же не заправлялись с вами. Надеюсь, ничего страшного, если я вот так сделаю. Цена 52 рубля 45 копеек. Полный бак, 138 литров на 7000. Время 1642. Ладно. Да, сейчас нужно все самому платить. До этого-то, что вы? Я, получается, работал на компании. Там компания все оплачивала. Сейчас уже все. Так, вроде Мало Мало трафика можно Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Там газетка едет. Вот это я, конечно, финты кручу. Блин, с коробкой, короче, беда какая-то. Бурган. Финты кручу тут какие-то. Бурган. Где у меня пипикалка-то? Ё-моё. Бурган. Бурган. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, эти на своих иномарках, блин, гоняют по 20 скоростей, нахрен, или сколько у них там... Не то, что у меня, блин, 10 или-или 60 километров в час разгоняется... Но зато коробка ручная, привычно как-то... Так, впереди заправка... И... И ремонтный какой-то комплекс... Ремонт автомобилей запчасти... Ну, слава богу, у меня... Не надо ничего ремонтировать... Кстати, впереди у нас стоянка... Автомобилей... Проезд оплачен 1000... 1000 что-то там... Стоп... Сейчас мы где-то примерно с вами... Доедем до 10 вечера... Поспим... Чтобы примерно где-то... Проснусь в 4-5 утра... Чтобы к рассвету успеть... Ну, к рассвету проснуться и поехать... Здесь, конечно, получится... Да... Как, блин, груз не возьми... Попадаешь в темень... А зимой темень, сами знаете... Капец какая... Темная... Ребят, пишите, если вдруг меня смотрят настоящие дальнобои... Пишите, кто на какой модели грузовика ездит... И куда ездите... Будет очень интересно... Так, впереди у нас закусочные, заправки... Всякие различные... С левой стороны... Можно заехать... А, Мишки... Мишкино... Мишкино, вон... Так, я думаю, можно здесь остановиться... И... Переночевать, да? Так, ребят, ну что... Я как и планировал... Где-то в четвертом часу я проснулся... 3.24... Чё, глубокая ночь, блин... Купец... Машину приходилось вставать, запускать... Автозапуска нету... Чуть не замерз... Ну, ничего... Прорвемся... Как раз в это время машин почти нету... Вот, ездят только длинномеры... И это хорошо, нам на руку... Дорога будет чистая... Главное, на гайцов не наткнуться... Ну, у меня, в принципе, чё... Все документы в порядке... О! Прикинь, только сказал, и вон они стоят... Как на помине, блин... Как на духу... Прям как чувствовали, что я вспомню про них... Камера стоит, что ли, ё-моё... Понатыкали везде... Их камер... Да, конечно... Там, блин, гайцы стоят, и меня обгоняешь... Красава, вообще... Ой, что, ребята, вам рассказать-то хоть... Ой, а пока едем... Интересно это... Даже не знаю... Даже не знаю... Можете в комментариях какие-нибудь вопросы оставлять... Будет интересно почитать и ответить... Блин, что-то на флешку поскидывал музыку... В куче там, блин... И то я... Где я скидывал-то, я не помню... В какой-то... ТЦ заходил, по-моему, там... Флешки продавали... Я спросил у пацанёнка... Говорю, что музыки... Можно накачать? Сказал сначала... Нет, типа, нет... Не качаем... Я говорю, я дальнобойщик, типа, еду... Тут-дым, тут-дым... Он такой... А, ну... Есть, в принципе, говорит, сборник... Помогу скинуть... Он говорит, может понравится, может не понравится... Ну, я говорю... Да кидай, давай... Кидай, похер, говорю... В дороге... Послушайте... Да мне кажется, или там дым... Вон там, видите, впереди... Бегать! Вот это сейчас жёстко было... Это сейчас жёстко было... На красный чуть не проскочили... Вон там дым как будто был, нет? Да... А-а-а, блин... С трубы... Ну, чё за дым там какой-то... О-а-а-а... Джуби попал в видос... Здравствуй... Джуби, ты в видосе... Привет тебе! а чё так заметно да что я видос записываю ну да что мне еще делать в етске 2 конечно записывать видос а мне светит что-то дальним моргает так обходи меня что ты там моргаешь впереди все равно вроде никого нету он молодец так впереди у нас опять заправка ночлежка елки елки продают что ли что ни хера ребят мы почти 70 разогнались эти по поводу кота как назовем кота ребята пишите в комментариях я когда ложился спать ну я же получается камеру вырубал камеру вырубай вот он просыпался такой ленивый оказывается очень вот я его покормил и он дальше спать лег сейчас чуть зима так как ты вообще часто спят также пишите ребят в комментариях у кого какой код такая порода вот и нужна кличка для для нашего кота у меня сейчас если что педалька в пол и вот эта десятая скорость максимальная скорость у нас 70 гм в час даже на тахометре стрелка смотрите красную зеленую эту линию не не заходит так чуть сбросим тут у нас ограничение 60 а так муж в челябинске ребят добро пожаловать что ли надеюсь по времени успели а то я спал петровский так сейчас надо будет поворачивать так наш поворот ребята кто живет в челябинске всем привет ой господи не то стал дальний включить так чё они тут на оставляли фуры побросали а где тут у них заезд то у них открыто еще он там разгрузка к это идет так что нормально вроде успели так а вот и главные ворота классная штука смотри автоматом у них видимо под бетоном установлен этот мы как он называется ну то есть когда машины наезжаешь он срабатывает и ворота открываются либо датчик какой-то стоит блин чуть-чуть проехал так ну что нам показали место разгрузки казали за зданием оставить ну господи в темноте стоишь хрена не видно с бы зацепил бы как так все мы на точке так ну что ребята мы сдали груз сейчас поедем в сторону деловых линий там где-то короче гостиница должна быть посмотрел по карте найдем гостиницу переночуем и дальше будем смотреть куда двигаться я кстати можно сейчас прям посмотреть так ну слушайте ребят смотрите они нам предлагают в екб скататься за 500 тысяч а вести надо фасоны бараньи рубет 13 тонн в принципе нормально нормально в принципе тогда у нас есть хотя это не единственная компания которая здесь в челябе вот можно потом другие посмотреть что там другие будут предлагать в принципе 500 тысяч мне кажется вообще нормально за рейс это екб как бы не так далеко а где-то где-то вот здесь без показывает так поворот вот он то есть я и 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 здесь и заночуем. Все равно парковка пустая. Пуф. Так, ну что, ребята. Время у нас 3 часа дня. Проспал я, короче, долго. Куда тут можно прокатиться? Кому в Челябе? Так, Балтик, Гукоил, Почта России. О, здорово. Почта России. Раньше, кстати, на Почте России работал. А теперь я дальнобойщик. Вот так вот бывает, ребята. Днем прокатимся. А то вы писали в тот раз, что ночью. Немножко прокатимся днем. Да, блин, после рейса спина затекла, капец. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Бульдозер стоит, офигеть. Дороги чистые, что ли? Чего-то не видно. Чтобы они дороги чистили. Субтитры подогнал «Симон» У нас сейчас главная цель это оплатить кредит надо. Кредит оплатить. Надо работать на кредит. Раз машину уже взял, на себя начал работать, то и кредит оплачивать надо. Аэропорт. Так, стопэ. Где Почта России тут? А, вон она. Хочу съездить. Меня пропустят тут? Это что, типа 8 тонн? Ограничение или что? А, подожди, стоп. Ну-ка. Да, точно. Почта России, смотрите. Здрасте. Охранник видим, что ли. Так. 600 тысяч. Почта. 11 тонн. Из Челябинска в Курган обратно. Вот, Челябе-Екатеринбург. Смотрите, ребят. Следующий рейс у нас ЕКБ, короче, будет. Все. Почту повезем с нами. Срезанные цветы. Авиапочта, ПЭК, Транс, Тарф. Так, ну, понял. Здесь тогда надо нам остановиться пока что. Зайти в офис, там дела всякие порешать. Так, надо как-то КАМАЗ наш поставить, чтобы он не мешался. Так. Так, вот здесь остановимся. Так, ну что, ребята, всем большое за... Да. За просмотр большое спасибо. Кто-то смотрел до конца, вы все молодцы. Спасибо за ваши лайки. Вот, пишите, как вам рейс, как вам видео. Понравилось, нет? Следующий рейс у нас Челябе-Екб. Мы повезем почту. О, какие-то резанные цветы. Вот, пишите, как назовем кота. Вот. Ну и все. С вами, как всегда, был Михаил. Это канал Скалин Игровой, ребятки. Не болейте, не хворайте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok